Добрый вечер! Сегодня понедельник, между прочим, последний понедельник последнего уходящего лета. С Новым Годом! Поздравляем! На телевидении обычно новый сезон начинается 1 сентября, поэтому приветствую вас в новом телевизионном сезоне. Это программа «Доживем до понедельника». Григорий Гельфер, Евгений Гендин и меня зовут Елена Кальянова. Приветствую вас еще раз. Добрый вечер! Дожили до понедельника. Надо вспоминать, как ведутся передачи. Ты на слове «Последний понедельник» как-то вот так вот так. Мне, кстати, нравится. Мне очень не нравится вот эта мода, она чисто такая какая-то такая цеховая. Крайне говорить или бояться своего последнего. Ну, последний понедельник ведь летом. Нет, это последний понедельник, а последнего лета. Итак, что у нас там есть? Связи. У нас есть связи. Расскажи про нашу с тобой связь. Сайт у нас пока что на реконструкцию. Видеть онлайн вы нас не можете. Будет повтор завтра утром. И 370-3101. Это наш прямой телефон. Он работает. Можете нам звонить и принимать участие в нашей программе. И работает у нас Facebook. Он не на реконструкции. Мы специально с Сукербергом договорились. Вы можете нам писать вопросы, задавать на нашей странице Facebook. Вот уже, кстати, пишет человек Артур Кори. Я помню, был такой зритель. Дождались. Добрый вечер. Мы всех наших зрителей помним. В отпуске видел Евгения Гензина, к которому хотел подойти на улицы. Его важные виды, быстрая походка отпугнули меня. Я не знаю, как это сочетается. И вопрос у него. Что там с эпопеей под названием Евровидение в Днепре? Но на этот вопрос, я думаю, мы ответим. Выскажем свое отношение чуть дальше. Как мы его не можем миновать? Может, Евровидение не быть, а в нашей передаче тема будет. Но перед тем, как мы начнем, я хочу протест 9 каналу выразить. Вот новый сезон. Официальный протест. Потому что до перерыва была я совершенно четко помню, что я мог дотянуться до Кальяновой и дотронуться. А сейчас мы как-то сидим. То ли у меня руки короткие стали, то ли что-то произошло. Посмотрим, что будет в конце программы. Возьмемся за ручку. Близьте меня с Кальяновой, как это было раньше. Перерыв, по-видимому, был. Поехали. Да. В общем-то, событий было настолько много. Мы не будем освещать все события, за время, которое мы отсутствовали. Но попытаемся каких-то ярких, главных. Ну, я думаю, что самым таким важным событием, ну, минувшей недели, это было опразднование 25-летия независимости Украины. То есть это, в общем-то, это дата уже, да, там 25 лет. Вот это, ну, мы-то, сидящие за этим столом, ну, помним, да, как все это было. А, в общем-то, родилось уже поколение, ну, которое там, причем это же уже не молодые, ну, в смысле, молодые люди, но такие, как бы, осмысленные, да, 23-24 года, 25. Ну, как Калянов. Ну, да. Вот. И я скажу, что, в общем, вот, отмечание этой значительной даты, оно, ну, дало нам всем возможность вот как-то посмотреть на страну, ну, немножко. Ну, не то, чтобы со стороны, ну, по сути дела, вот, как бы, другими глазами. И мы увидели, что это, по большому счету, все-таки изменившаяся другая страна, у которой есть 25 лет, собственно, истории. Был парад в Киеве, многие его видели, многие о нем говорили. Был достойный парад. Это был парад страны, у которой есть своя история, свои герои, своя техника военная. И даже президент не выглядел, так сказать, как-то уж не выпадал. То есть он, в общем-то, ну, нормально смотрелся на этом параде. Свой не выпадающий президент. Да, да, ну, по крайней мере, вот. И не впадающий. Судя даже по реакции наших запоребриковых сайтов, ну, которая их очень, так сказать, раздражала, то есть было видно, что в целом это выглядело очень достойно. И мы действительно, ну, на мой взгляд, перешли вот какой-то рубеж и стали, я не знаю, с 25 лет начинается уже, ну, мне кажется, как бы другая, более взрослая для страна жизнь. Проблем много, но, в общем, это событие, мне кажется, очень важное и прошло оно очень достойно. То есть это процесс ощущения, он трудный, он трагический, как бы сейчас, и он только сейчас приобретает свои черты. Но он, у меня совершенно четкое ощущение, что он необратимый. То есть необратимый процесс Украины, как самостоятельного государства, со своими бедами, там, со своими лажами, со своим несовершенством и так далее, со своим воровством, со своей коррупцией и прочее, но совсем он за своим. Но это украинские процессы и процесс самостоятельности Украины, независимости. Вопрос, какое содержание мы этому предадим, но он абсолютно четко и уверен, необратимый. Ну, я здесь согласна с тобой полностью. И вот Гарик сказал о том, что дала возможность нам посмотреть со стороны, да, вся эта церемония, которая в Киеве проходила. Так вот, со стороны смотрели не только мы, а смотрели еще другие страны. И вот очень такая интересная статья вышла в британском издании «Зателеграф» 25 удивительных вещей об Украине, возможно, которые там кто-то и не знал. Так вот, британцы отмечают, что Украина является крупнейшим государством в Европе, за исключением Российской Федерации. А ее исключат когда-нибудь. Ее европейская часть. Семь чудес света у нас есть, которые вошли во всемирное наследие ЮНЕСКО. Но три за этим столом, а что еще четыре? Сочинский собор они называют Херсонес, Буковы, Леса, Карпат. Говорится в этой статье также о том, что украинцы очень любят выпить, но уже не так сильно, как раньше, пишут британцы. По данным Всемирной организации здравоохранения, Украина сейчас занимает шестое место по употреблению алкоголя после Белоруссии, Молдовы, Литвы, России и Румынии. А по предварительным данным, за последний год упало по употреблению спиртного на 15 место. Даже Британия находится на 13 месте. То есть украинцы пьют якобы меньше. И пьют они уже не водку, как раньше, да, вот традиционно считалось таким славянским напитком, а у них есть свой напиток у нас. Горилка. Отмечается, что в Украине очень любят Макдональдс. И Украина находится... Национальная, да. Взять бутылочку горилки и прийти в Мак. Вот, а то, что Украина находится в самом центре Европы. Отмечают, что вот рекомендуют не называть Украину по-английски, естественно, да, вот с артиклем «Зе». Якобы украинцев это так вот оскорбляет и показывает такое пренебрежение к суверенитету страны. Это как на Украине, да, видимо. И вот интересно, я бы отметила, рассказывается в статье о Львове, говорится о том, что Львов имеет больше всего кафе в мире на душу населения. Вот, и это город, в котором впервые появились керосиновые лампы. Вот такие вот... Ну, там еще есть другие данные об Украине, там, о пасхальных яйцах, писанках тоже упоминается, о песне о мелодии Гершвина. Ну, много других фактов. А что Гершвин, что ли? У меня с точки зрения джазового фестиваля. О том, что есть. Это ты потом скажешь. Да, а что Гершвин? Ну, о том, что по мотивам старой украинской колыбельной песни написано, известно. Саммертайм. Да, Саммертайм. Саммертайм, можно назвать. Саммертайм. Так что мы, в общем-то, и со стороны неплохо смотрим, и даже пьем меньше. Конечно. Особенно со стороны Лондона. Да. Я хочу сказать, да, вот вы упомянули, что, да, там как бы Запоребрик... Не, я не хочу, чтобы это стало нашей национальной идеей, чтобы мы только все коррелировали, что там с Запоребриком, потому что нам еще жить, а их история подходит. Пора ли нам как-то посмотреть, что и в Лондоне говорят. Но, тем не менее, к тому же 25-летию перед этим ГПУ, значит, опубликовало интересные записи, у меня не возникает сомнений в подлинности этих записей, хотя ничего для меня лично нового там не было. Вся эта анатомия, как подкармливали вот те, кто пытался здесь расшатать, как действительно, как расковыривали эти раны, как вбрасывали сюда деньги. Это переговоры, я думаю, что много еще таких опубликуют. Глазева, советника Путина и Затулина, он что-то там по СНГ, там сенатор или что-то, ну понятно, да, такие. Я хочу выделить, там действительно особо нового ничего, но там были ключевые слова, совершенно такие ключевые. Глазев говорит в переговорах с очередным там каким-то коллаборационистом, там пятая колонна, которая клянчит деньги на то, чтобы расшатать здесь ситуацию. Глазев говорит и умоляет ввести войска и т.д. и т.п. как Крыму. Глазев говорит, мы же не можем силой все это делать, мы же используем силы только для поддержки народа, не более того. А если народа нет, то как там может быть поддержка? То есть действительно стало же понятно, чтобы действовать в Украине, России нужен был формальный повод, некое предкрытие. И вот эти вот омерзительные зеленые человечки, они могли появиться только там, где им было на кого переться, где почва всякая мерзость готовила, типа вот Царева у нас, хотя Царев, как всегда, и здесь налажал. То есть и так и случилось, и убедившись, что народа нет по их терминологии, Россия же не пошла ни в Харьков, ни в Одессу, на которой Россия, я уже не говорю о Запорожье, не говорю уже о форпосте Днепр. На самом деле я все это видел, я был в гуще всех митингов, помимо инсайдов там всяких и так далее, в гуще тех митингов этих, иногда даже общение с... Потому что ты на пророссийские тоже ходил в гуще? Ты там общался с ними, иногда общение со звукачем, который, Гарик его знает, звукача, который устанавливает звук на колорадском митинге, дает, откуда деньги, кто оплатил, оно дает гораздо больше знаний, нежели... И к тому же оказались исполнители, тот же Марченко, например, этот фейковый, этот Цвет советских офицеров, вот, он не отличающийся большим умом, да и малым, он же простодушно эту схему обнажал, он орал, мы должны, Путин... Он же есть записи, не сидит же, чувак, мы, Путин должен, мы должны дать картинку в Москве, они должны увидеть, что здесь народ поддерживает картинку для России. То есть, какой я не буду это рассказывать, но много о чем, мемуары потом напишем, когда мир будет. Выводы одни я закончил, что не расслабляться, не расслабляться, и вот здесь я с журналистом и блогером из тех краев Денисом Казанским согласен, он пишет, что чем вольготнее в вашем городе себя чувствуют симпатики Путина и русского мира, тем больше вероятность того, что в ваш дом однажды прилетит снаряд. Да, и в записях, последний момент, что меня, дайте, вот эти с украинской стороны всякие эти подобные, дайте денег, денег, нам нужны деньги, чтобы раскачать. Огромные деньги вваливались тому же Цареву, но они, извините за выражение, лоханулись, и политологи, они же им рассказывали в Кремле, там верили, что здесь весь русскоязычный народ, весь станет как один. Там реально, реально в это верили, это не произошло. А вообще, конечно, на 25-летие они излопствовали, опять эти темы скакулы, скакулы, но рожденный ползать скакать не может. С праздником на всех. Да, конечно, с праздником, и я вот хочу немножко тему денег, да, ты говорил, я хочу немножко вот с другой стороны на нее взглянуть, и когда я говорил о своих героях, о героях, которые уже вот есть у нас, и, к сожалению, помимо тех, кто живет, есть и погибшие, и есть их семьи, есть вдовы, то есть это, в общем, это реальная трагедия. Я хочу сказать о том, что вот в Невробетровске Борис Филатов, он, значит, сказал, что мы введем, ну, как бы попытаемся ввести некую такую практику, как это сделано в Соединенных Штатах Америки, чтобы семьи, ну, погибших и атошники, и их семьи, значит, получили лицензию на возможность торговать в, ну, центральных местах города. В самых жирных, да? Да, в самых жирных местах, с тем самым, значит, имея возможность, значит, ну, обеспечивать и себя, и своих детей, и так далее. То есть, и что мы даже пригласим каких-то специалистов, ну, как в Штатах, там, рядом с Белым домом, или там, Централ парки в Нью-Йорке. Выделили самые жирные места в Невробетровске. И рассказали, как это делать. И, в принципе, в этой, ну, как бы идея есть, ну, определенная там, ну, глубинная такая правда, потому что действительно все равно есть те, кто отдали жизнь, отдали здоровье за то, чтобы мы, в общем-то, ну, так достойно отпраздновали 25-летие. И, ну, опять же, мы не будем много говорить о тех, которые там, но, тем не менее, по-моему, там, Новороссия или какой-то сайт, да, там, они сразу там вспыхнули, что вот, дескать, конечно, государство им ничего там не даст, пусть, дескать, сами зарабатывают, ну, с такой злобой. На самом деле, мне кажется, это нормальный ход. Я хотел сказать, а вот в России, например, те люди, которые вернутся с этой... А их там нет. Нет, ну, подожди, ну, их там нет, поэтому им не будут выделять жирные места. Я думаю, что они просто придут и заберут их сами. Как это было после Афганистана, как это, в общем-то, случалось, когда вооруженные люди, пришедшие из войны, приходят и видят, что, оказывается, без них там все поделили. Поэтому я думаю, что лучше, ну, не то, чтобы лучше, а это вот то, о чем говорит Борис, это честный, как бы нормальный путь, и дай бог, чтобы было как можно меньше жертв и как можно больше реальных денег получали те люди, которые получат эти места. Ну, только я не понимаю, зачем помощь американских специалистов. Ну, чтобы это было системно. Чтобы потом написали, что это приехали американцы. Лишь бы они летели в Америку за помощью. Позлить Рашу, Пиндосы приехали. А во-вторых, это же системная штука, на самом деле. Я на самом деле думал, что это надо как-то действительно как-то правильно устроить. То есть, я уверен, что если все доверить вот просто нашим доворощенным ребятам, может опять получиться как-то. Почему еще мы говорим о том, что у нас есть? И не те получат лицензии, и не в тех местах. Почему мы еще говорим, что наша история есть? Потому что уже есть в ней действительно трагедии. Трагедии, это же не трагедии, крут, или трагедии средних веков и прочее. Это те трагедии, которые переживали мы лично. И в эти дни, вот да, у нас типа ежепонедельная информационно-ироничная программа. Есть темы, о которых иронично, но действительно, хотя обо всем вроде можно говорить, но эта трагедия, она слишком, она свежая. Мы отмечаем без излишнего пафоса, но для меня это лично совершенно, потому что, ну вот, всеми фибрами, помню вообще эти дни, еще до парада на 24 числа уже начала просачиваться информация. Я об Иловайске говорю, в эти дни, и сегодняшний день, вот, Иловайск, то есть я очень хорошо помню, и Днепр очень хорошо помнит Иловайск. Мы не все знаем, и куча конспирологии, версий, там, обвинений, и люди поменялись, и отношения людей поменялись. Но мы не очень хорошо знаем, но помним. То есть я просто действительно очень хорошо помню вот эти скорые каждый день под городом, эти списки возле ОГА, которые росли в длину, постоянно росли. И эти люди, толпящиеся возле списка, в надежде увидеть или не увидеть фамилию, то есть разговоры надо было с ними разговаривать, поиски ночлега, какие-то находить слова, ну, чтобы там тревогу или боль у нее, потому что не знаю, что лучше, увидит она, найдет она в списке или не найдет. Совершенно черные девчонки и женщины в штабе национально, тогда же не было там разделения, там, седьмой этаж, ОГА, первый этаж, как потом все пошло, там, Катя Чижик, Катя Леонова, Адарка, белый черт. Вот совершенно чернейший Корбан, ну, просто вообще, как уголь тех времен и так далее. Березе я наяривал Юрия по телефону, и когда он через три дня ответил, я помню этот спас, я его не узнал, когда он появился. То есть это, да, это как бы мои такие воспоминания здесь, в тылу, но фронт, то есть и действительно, и не о Днепропетровской народной республике. И речь, когда вот начинаешь говорить киевлянам, это же не противопоставление, но действительно, это не очень понятно, когда ты это своими ушами не слышал и своими глазами вот этого не видел. И это действительно тот трагический камень, который еще раз мне, как это ни парадоксально, говорит о том, что наша независимость, она уже необратима. Дай Бог, чтобы у нас не было больше, как бы, таких трагедий, но память тем, кто вот действительно тогда вот погиб. Давайте дальше. Вот 40 лет стоит эта гостиница, одно из, одним из путей выхода в Горсовете. А ну не входит в Кесим чудес? Я не знаю даже, да, вот говорят о демонтаже и точнее взрыве. И якобы в ходе вот переговоров на эту тему, на нас вышел канал Discovery. Якобы реально, они 15% готовы сметы оплатить. Вот, и, ну, если все получится, то это будет очень яркое зрелище. Я думаю, что если в Горсовете еще потрудятся немножко над пиаром... Ну, 9-й канал еще 15%. Animal Planets еще пропалом процентов 20. Ну, я не знаю, я вот читала интервью господина Лысенко в Комсомольской правде. Если это правда, да, то вот понравилась мне эта фраза. Михаил уверяет, что в ходе взрыва здание накроют защитные конструкции, и никто не пострадает. Ну, максимум пара окон в соседних домах вылетит. Ну, так ничего же не будет видно, если... Вот как бы вот эта фраза, она очень-то как-то опасна. Хотя главный архитектор Днепра против, да, он скептически относится к этой идее, насколько я знаю, да, что якобы классический вид города будет разрушен. Ну, я бы вот, я бы потрудилась на месте службы пресс-службы бурсовета над таким вот каким-то лозунгом. Можно билеты продавать, например. Там же жена, все-таки гостиница для бомжей, это одно. Я ручку сломал в новом сезоне. Это кудачи. Говорят, что перекрасят, ее не будут в том цвете, в котором она есть сейчас взрывать. Не, ну, три зуби сюда закрасят. Но там же есть трагический момент, там 6-7-8 человек каждый год гибнет, и подростки, как бы, поэтому... Ну, то есть в целях безопасности, да, ее за миллионов сто взорвать. Я хотел еще на времени особо нет, мы в следующий раз еще вокзалы, новый мост, много интересного, Лысин, как говорил. Но, правда, об этом в следующий раз. У нас же День знаний приближается. Да, День знаний, причем, ну, то, что День знаний, и ученики во многих школах пойдут, и студенты пойдут, как бы, заниматься, это... Мы еще об этом поговорили. Ну, у меня сын стал студентом младше. Поздравьте меня, пожалуйста. Я воспользовался служебным. Мне приятно сентиментально. Папашки проехали, не будем тебе времени поможать. Не, поздравляю, это же, наверное, в Днепропетровском национальном университете. Да, да, да. Поздравляю университет. Как минимум первый год, не будем нам не засыпливаться. Потом Гензин скажет, что времени в эфире не будет. Я хочу сказать, что еще нас ждут многие знания. Я не знаю насчет многих печалей. Потому что 1 сентября вводится вот это знаменитое электронное декларирование, с которым тут все лето как бы были какие-то терки. Они его вроде ввели, но не аттестованное. Так что оно как бы считалось вне закона. И пытались Западу запудрить мозги, что, дескать, оно же у нас есть. Ну, да, по нему юридически ничего не докажешь, но оно типа есть. Но Запад, в общем, у них много своих дел, но они же все-таки не совсем уже лохи. И они жестко сказали, ребята, или вы это вводите, или не будет ни транша, ни виз, ну и всего, чего нам обещали. И Петр Алексеевич, по-видимому, уже жестко сказал, что, ребята, по-видимому, тех, кто сможет укрывать свои доходы, их станет все-таки меньше значительно. Потому что надо все-таки идти навстречу цивилизации. То есть я читал, там, вот в этом году должны, ну, там, по-моему, наиболее ответственные какие-то там чиновники, значит, вносить эти декларации. То есть в эту, ну, просто в интернет заходит и вносит. И там, значит, уже предусмотрено, там, скажем, если вот одной до двух с половиной тысяч необлагаемых, если расходится реальность с тем, что задекларировано, значит, то человек там должен будет заплатить там, я не знаю, ты что-то, ну, в общем, большой такой, две с половиной тысячи необлагаемых минимума может заплатить штраф. А если превышает, вот, 250 минимальных, до двух лет, до двух лет и на три года лишения, что самое страшное, право занимать, занимать вот те места, за счет которых вот это все получается. И я думаю, что, честно говоря, очень многие люди, которые имели возможности, они теперь возможности как бы имеют, но риск, вот, он очень сложен. То есть и большая когорта чиновников, ну, за исключением, может, той самой верхушки, они сейчас в шоке. Хочется сказать, так выпьем же за то, чтобы наши возможности, да, всегда совпадали. Нет, ну, смотрите, что делается. Вы же 13-е, пью сейчас. У нас там задержанный уже там бывший первый заместитель мэра с такого-то по такой-то год, фамилия они называют. А Яценюк вообще по Киеву с трудом передвигается, номера на машинах, говорят, третий раз уже меняют. Да, вот скрываются как может. Покемон, его ловит сейчас же национальная полиция. Повышает уровень безопасности. Обратился, наверное, в следующей передаче расскажу, там, уважаемые телезрители, если вы покемонами, потому что нам еще надо про искусство сегодня поговорить, да, но национальная полиция по игре Покемон Го уже сделала соответствующее заявление. Это очень опасная там штука, и, пожалуйста, до следующей недели исправьтесь. Да что там о покемоне? Вот ушел в отставку глава президентской администрации. И вот кого-то это волнует меньше, чем покемоны. Меня, в общем, но я просто хочу сказать, что это признак, ну, в общем-то, как бы более-менее уже нормальный, да, потому что, ну, уходит, Ложкин сказал, я устал, я не могу, я там без нас умею. Юсенко вообще на барахолке торгует. Ну, Ложкин сказал, ну, ладно, инвестициями еще как-то буду рулить, а вот это вот там, чтобы договариваться все со всеми не буду, вот. И параллельно, да, там Путин снимает своего руководителя администрации, и все окутано такой тайной, и все как-то так это самое. А есть ли в этом свете? Вот при этом, Елена, сейчас вот при особой симпатии к Ющенко, вот ты сейчас фейк распространяешься, потому что на самом-то деле... Это неправда? Он сидит, он был на съезде... Это некоторые блогеры такие, вот некоторые блогеры. Это он ежегодно ездит на... Это был... Это не барахолка. На Андреевском спуске? Да, запустил... Съезд... Съезд, это коллекционеры собираются. Это люди, которые хотят уронить рейтинг Ющенко. Поэтому, будучи... Я знала, что в этом есть какой-то... Будучи невероятно офигенно крутым блогером, я говорю, не всегда верьте блогерам. Верьте блогеру, но не верьте блогеру. Я тебе скажу, что мне безумно нравится даже сама идея, потому что Ющенко на барахолке. Это очень нормально и прикольно, здорово. Даже если он... На политическое лицо. На политическое лицо. Сидит торгует человек. Ну что это? Чем может ему торговать? Раритет политический. Давайте к главной теме, одной из главных тем, которая волнует советника по культуре. И депутата, и секретаря комиссии. И депутата горсовета, да. Тема проведения Евровидения в Неприн. Да уже не волнует она меня. Меня больше волнует, что Евровидение... Да, я знаю, что его, скорее всего, это не будет. Ну, расскажите зрителям, быть или не будет. Нет, ну давай про джаз-фестиваль у нас еще будет. Давайте откроем завесу. Быть или не быть. Вот то-то... А то некоторые уже говорят о том, что все решено, и в Днепре не будет Евровидения. Это так? Уже не надеяться? Да, ну, по крайней мере, Аласания написал там... А, то есть вы, вот сказать, там... Я с Аласанией поссорился через два раза. Вы тоже читаете те же источники? Нет, 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 нет. Он же там официальный персонаж, он пишет, там, глава НТКУ там пишет, что нос в нос идут там Киев и Одесса. Значит, а типа Днепр уже пролетел. А может быть он завесил? Нет, нет. Ну, уже официальное лицо. Оно же всегда, когда говоришь, это кажется слишком, типа, распальцованной снабиской, но все равно, за несколько дней до этого... В чем причина, почему Днепр прокатит, если это случится? Я думаю, что причина, прежде всего, в каких-то все-таки политических делах, потому что есть, конечно, весомые какие-то по инфраструктуре... Люди на Фейсбуке пишут, бабло делят. По инфраструктуре, я не знаю, окончательно я не скажу. Мне понравилось, как Юрий Голик написал, советник губернатора, что из всей этой эпопеи надо сделать выводы, чтобы... Для себя, чтобы есть Евровидение или нет, дороги делать надо, электротранспорт современный, который ходит, как честно, он все равно нужен. Дворец мирового уровня для любых событий все равно нужен, а для этого метеора надо либо отдать с баланса, ЮМЗ, городу, либо взять в аренду. То есть это все равно нужно делать. И 500 миллионов инвестиций нам бы не помешали. И тогда не возникнет вопросов, а почему нет? Почему до конца, как бы, никто не знает? Это вопрос в позорную политическую плоскость перешел. И сейчас и Кличко, и Саакашвили, каждый жалуется, что его город чморят, и именно его город... Но у них Евровидение... Но у них не будет джаз-фестиваль. Но Евровидение, то это отстой. Это был хороший вызов для, но у них не будет джаз-фестиваля. Это да. А в Днепре он по-любому уже будет. Будет джаз на Днепре. Джаз на Днепре, фестиваль 10-11 сентября. Я могу сказать, что фестиваль по контенту музыкальному, по качеству, за все годы Украины, круче был только, я не скажу, что самый круче, только альфа-джаз, и то не первый год. Вот. Это 10-11 сентября на трех площадках. Парк Чкалова, парк Глобы, бесплатная площадка. Основная сцена, пятичасовые опен-эйры на Монастырском острове. Минора джаз знает виповский джаз, и так далее. Бесплатные мастер-классы звезд мирового джаза со студентами консерватории, и так далее. Ряд категорий пройдут туда бесплатно, кроме бесплатных мероприятий. Я хочу сказать, да, участников. Джамала, победитель Евровидения, которая в джазе начинала, она привязывает с джазовой программой. Рэнди Брекер, пятикратный обладатель Грэмми, джазовая труба мира номер один. Трио Сайруса Чеснота, это, кстати, тот, который играл в фильмах Олтмана, там Каунт Бейси, Майкл Вэнс, уникальный молодой парень из Линкольн Джаз Центра Нью-Йоркского, Рик Марджица, саксофонист Майл Сэдэвис и так далее. Наши земляки. И фишка в том еще, что приезжают со всего мира наши земляки, которым дал старт джазовый Днепр. Адрей Кондако привозит интернациональный состав, Ирина Родилис, которая с Макаревичем. Женя, у нас мало времени, говори, где найти информацию. Люди почитают. Информация в городе есть, реклама, сайты, джаз. Я не буду, да, есть телефоны, я же не буду давать здесь рекламную информацию. Я просто думаю, что какие-то несколько билетов могут выиграть наши телезрители, которые, например, предложат какие-то креативные идеи, как наши городские памятники могут подготовиться к джазовому фишу. Давайте обозначить, давайте тогда на странице нашей программы. У нас есть красивые футболки для вас. Возможно, будут хорошие креативные идеи, которые используют организаторы. Люди, я хочу сказать, что вы действительно можете стать участниками исторического суббота. Это действительно очень крутой, очень хороший фестиваль. Поэтому приходите. То есть такого действительно в Украине в принципе не было. И это должно стать традиционно. Это вкусная, вкусовая, стильная музыка, вечная. Которая переживет в основном весь тот материал, о котором мы сегодня говорили. Ну и это хорошее завершение нашей программы. Да, ученые говорят, что джазы, слушание джаза очень позитивно влияет на интеллектуальную деятельность. Супер. На сегодня все. Доживем до следующего понедельника. Будем рады вас видеть. Пишите, звоните нам. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok